Глеб Матвейчук Глеб Матвейчук – человек-оркестр. Он и актер, и композитор. Он может позволить себе одновременно играть в кинокартине и писать для нее музыку. У этого актера общий стаж выступлений на сцене таков, что могут позавидовать даже мэтро Ленкома или Таганки. Не потому, что он такой старый, а потому, что играет в серьезных спектаклях с 7 лет. Создавалась детская музыкальная студия при Большом театре. При Большом театре в Минске. То есть это огромный, огромный театр. Не знаю, может, чуть меньше, чем Большой театр, но достаточно огромный. Объявляли набор, музыкальную студию для исполнения детских партий в операх. Кармен, Кармина Бурана, Тоска. В общем, куча всяких вот таких вот детских ролей. Я пошел пробоваться, меня взяли. Меня взяли туда. А потом создался неплохой коллектив, и они решили составить свои независимые детские спектакли. Первая роль, 7 лет, я играл искамелью, маленького искамелья в опере Кармен. В общем, вся моя роза заключалась в том, что я проходил вот так вот. Да, и зал в общем вскипал, потому что я был очень маленький, белокурый такой, с длинными волосами, с длинными волосами. Вот. И это как бы так делало своего рода эффект. Я выступал в Большом театре в возрасте 9 лет, там, 8-9 лет. А Ниньский Большой театр приезжал с гастролями в Москву. Да, здесь была... Шла опера Кармен. Там в третьем действии я выходил, шел один на меня, все смотрели, все хлопали мне. И для меня это как бы для ребенка было потрясающее какое-то событие в жизни. Я испытывал эмоции, там... Для меня это было понимание, что это Большой театр. У меня творческая семья, и я с детства знал, что Большой театр — это... как бы, ну, некий храм. И я так и относился к этому, поэтому, когда я вступил, там, не знаю, на сцену театра, то я ощущал просто себя, не знаю, что жизнь удалась, все, теперь можно заниматься чем-то, не знаю, другим. Вообще, я коренной москвич. Я родился в Москве, да. Причем я родился сейчас... Я родился в том роддоме, которого сейчас нет, на месте которого находится дом музыки. Да, у меня бабушка коренная москвичка, мама москвичка. А это у меня папа там с Польши, с Украины, и вот он завонил у нас в Минск. Мы там очень долго сидели. Не, замечательный Минск. Я в Минске поступил уже на симфоническое дирижирование, и все, моя жизнь была уже распланирована там на ближайшие 5-10 лет. Но мне очень хотелось петь, и я очень хотел в Москву, потому что меня сюда страшно тянуло. Ну, во-первых, все-таки это мой город, я в нем родился. Во-вторых, здесь огромные возможности. И я собрал манатки и сам поехал поступать, да, поступать в консерваторию. Ну, Москва в первый год, вот я помню, была для меня таким огромным шквалом впечатлений. и я не сразу понял вот этого ритма жизни, которые здесь повышены. Люди бегают сумасшедшими, какими-то непонятными. В сумасшедшем ритме существует работа, там, не знаю, пробки. И вот это все какая-то безумие какое-то такое прям. То есть надо в эту волну попасть и как-то адаптироваться и вот стать частицей этого всего. В Минске такого не было. Там спокойно. Просунулся полчаса, хорошо. На месяц. Закончилось. Приехал туда-сюда. То есть нет такого сумасшедшего. Я приехал, я был в шоке, как люди в два раза быстрее существуют, нежели в Минске. Бегают, суетятся, успевают там сделать по 10-50 дел. И сам темп, ритм, темп жизни совершенно другой, нежели там в другом каком-то городе. Ну, Москва это центр. Здесь огромные возможности для творчества, для каких-то налаживания связей. Именно мне как музыканту просто необходимо быть в Москве, потому что все происходит здесь.